Здравствуйте, дамы и господа! С вами Dice Master, и я приветствую тех, кто смотрит это в записи. Внезапно решил вернуться в Deadfire накануне выхода первого DLC для него, Beast of Winter. И подумалось мне, что как-то, ну, знаете, уже давно забросил этот Deadfire. Было бы неплохо всё-таки наверстать упущенное, немножечко продвинуться вперёд по сюжету. И в дополнение, там, по-моему, рассчитано оно где-то на персонажей 14-го левела. А у нас сейчас какой? У нас сейчас шестой. В общем, нам ещё вперёд далеко и далеко идти. Так что не факт, конечно, что сразу кинусь в дополнение проходить или что у него вообще руки дойдут. Но хочется немножечко вспомнить Deadfire опять-таки. И мы остановились в Никитаке. Мы только-только сюда, по сути, приплыли, находимся в Причале Королевы. Это один из районов города. Так, вот, собственно, так выглядит сама Никитака. Здесь достаточно много районов. Мы ещё нигде не побывали. Только-только, собственно, взяли один квест здесь. Простенький. Здесь стоял чувак. Куда он, кстати, сиделся? Кстати, где он? Я вот не вижу вас. На какую кнопку отдых был? На R. Да, REST. У нас сейчас вечер. И несмотря на то, что так солнечно, но на самом деле это уже 10 вечера. Тут люди расходятся в вахту по ночам, не несут рядом со зданиями, со штабом, в данном случае, в Альянской торговой компанией. Вот. И, ой, что-то, знаете, сразу сходу хочется кучу вещей поговорить, обо всём порассуждать. Наверное, нужно всё-таки что-то делать ещё. Тем временем, привет некрофагисту, привет кому ещё. Ну, знаю, с остальными, чайте, поздоровился. Когда-нибудь я соберусь, говорит, Китауру, возьму отпуск, запасусь едой, пройду Блодоргейт 1, 2, Синдейл и Нивервинтерусе. Успеха тебе в этом, это действительно потребует кучу времени. Бета-патчи, бета-патчи. Я вот всё сейчас читать вслух не буду, Дзекиридок, окей. Ну, а я играю с бета-патчем 2.0 версии, которая как раз в преддверии выхода... Так, давайте зайдём сюда. В преддверии выхода... DLC-шке вышел. И так как это бета-патч, то, соответственно, я боюсь, что-то может быть нелокализованное с патчем. Но патч в основном был нацелен на различные багфиксы. Так что, по идее, ничего плохого не должно произойти. И вспоминая о том, что мы здесь делали, тут был один местный... Житель, как их называют. Что-то я уже запамятовал. У них у всех такие забавные названия разные. В общем, местные Ау-Мауа. И он говорил о том, что его обманули очень серьёзно. Его сородичей заставили контракт подписать. Вот, кстати, про контракт что-то там... Ага, кто-то тоже что-то тут... Это вот, возможно, он как раз с ним только что говорил. Зашёл. Мы маленькую сценку просмотрели. И здесь есть управляющий луком. Соответственно, с ним можно эту тему перетереть. По-разному, на самом деле. И с учётом того, что наш персонаж является паладином-холодным ходоком, то у него есть некоторые особенности в репутации. Он должен стараться не делать великодушных различных жестов и действий не совершать. Не быть дипломатичным, а наоборот быть очень жестоким, агрессивным. Просто потому, что жизнь холодных ходоков, она такая жестокая и агрессивная. Это паладин, известный своей жестокостью. Они считают, что предельные зверства в бою ведут к его скорому окончанию. И чтобы поддерживать свою репутацию, ходоки никогда не сдаются. И никогда не покидают поле боя преждевременно. Даже если на этом настаивает их наниматель. В общем, кровь, кишки, всё такое. Не сказать, что бы это на самом деле такая классная тема, отыгрывать подобного персонажа. Но с другой стороны, можно представить, что он просто такой вот достаточно резкий, жесткий, агрессивный воин. Который привык к тому, чтобы решать дела максимально быстро и эффективно, без всяких там дипломатических заигрываний. Вот так давайте с Лукой поговорим. Что-то я не припомню такого. Я был с компанией за годы. Я был в своем офисе. Теперь я умер. А, слушайте. А сейв-то, похоже, был сделан после того, как мы его уговорили поменять решение. Вон оно чё. Да, понятно, собственно, в чём суть. То есть мы уже этот квест прошли. Я не помню, это на стриме было или нет. Какой сейв был сделан где. Но буду надеяться, что это было на предыдущем стриме. По крайней мере, суть в том, что тут есть два варианта. Его можно было уговорить на то, чтобы он согласился аннулировать этот контракт. И вот теперь он говорит, что много лет работал в компании. У него был собственный кабинет. И теперь он лишился всего этого благодаря мне. Ну. Если ты хочешь, то для тебя найдётся работа на моём корабле. Давайте ему так скажем. Хоть немножко. Выцелостим эту горку пилюлю. Что? Ты должен быть шоком. Ты разрешил мою дизмиссию от компании, то предложил мне работа как... Дэкхэнд? Да, конечно. Это будет явно веселее, чем спор о контрактах, обещаю. Я... Дэнни, ты, Ватчер. Но... Я accept. Я соберу мои вещи. Да, видимо, за счёт этого мы как раз и получили вот эту единственную единичку великодушия. Ну, и как бы хрен с ней. В общем, забудем об этом. Переигрывать это всё, естественно, сейчас я не собираюсь. С Валианской торговой компанией сейчас особо тоже как бы дел таких... У нас здесь много не будет. Вот. Поэтому пойдём дальше. Будем смотреть, что есть в городе интересного. А в городе, как вы видели, там полным-полно разных районов. И чё там только нету. Кириток говорит, проще говоря, это был один склятковый мести из классических RPG. Не знаю. Склятвый. Быстрого и эффективного решения проблем. Тут какая-то колей стоит. Подойди ближе, хранитель. Нам нужно поговорить. Говорит она. А после этого, говорит, увидимся. Ну, спасибо. Поговорили. Ну, а так вот и поговорили. Просто отличная беседа. 10 из 10. Ага, это мадам, которая даёт контракт. С ней мы сейчас не будем ничего выяснять. Так. И у меня есть проблема, что надо курсор залочить. В настроечках. Ограничить курсор. Чтобы он с предела окна не выходил. Он не переходил на другой монитор. Чтобы я мог вот так вот с этой стороны. У меня с другой стороны здесь монитор тоже стоит. И на него курсор переезжает временами. В общем, эффекты дождя, воды. И вся эта штука дико нагружает игру. Всё начинает подтормаживать. Давайте зайдём в дикую кобылу. Вспомним, мы вообще здесь выполнили какие-то задания или нет. Насколько я помню, там было задание выселить кого-то. И выполнили мы его или нет, я вот тоже не помню. Что значит пропускать несколько месяцев и не играть в игру. И загрузочки, да. Загрузочки — это вещь, которая в этой игре просто безумно радует. Разработчики говорили. Могу ли я поднять меч? Хороший вопрос, да? Могу. Ага, мы знакомы? Какой стрёмный парень. Да, беда наша. А кто спрашивает? Давай-давай, продолжай. Ты просто скажи, что тебе от меня нужно. Вот это вот реально неизвестительно прикольно, потому что ты не можешь выбрать вариант ответа, который не будет как-то влиять на твою репутацию. Ну окей, скажи, что тебе от меня нужно. Я должен быть в бизнесе of giving bounties. Но я не знаю, кто их ханстит. То есть он предлагает награду за головы. Никому. Неплохо. Никому не будет неформируйте сайлы для моих хамблых платежей. Но я должен начать с низкой и работать на уровне. А есть какие-то задания? Ты... Ты... Ты возьмешь работу? Ты возьмешь работу? Да. Агрессима. Что-то особенное для моего первого ханта. Ну, это вопрос решается просто. Мы ее уже убили. И давайте отдадим ему голову. Денежки получили. Опыт. Все хорошо. Может быть, это не много. Но как я сделаю больше договоров, больше пайрис будет доступен. Ак? Да-да. Да-да-да-да-ня. Окей. Похоже, дела у тебя не очень. Это правда, что я встанул в мою карьеру. Сейчас, что я такой успешный ханта, я могу стоять в длинном шаге твоего успеха. Это не все плохо. Но моментум, встретить новых клиентов на питьках и в таком... венчантливой компании. Это длинно стамена, мой друг. Окей. До свидос. Так, что еще у нас тут есть? Это кто такая? Возле сцены стоит молодая женщина с кружкой Эля в руке. Хотя танцоры ей явно не слишком интересны, мешки под глазами говорят, что она ни одну ночь провела в этой таверне в компании Эля. Ее взгляд лениво бродит по комнате, пока не натыкается на вас. Видели старого элфа, который сидит здесь недавно? Дорога смешная. Наверное, длиннее, чем аннил и бродит по миде? Ммм, кажется, нет. Ммм, кажется, нет. А кто должен тебе деньги? Ты там говоришь, это Освальд? Понятно. Ну да, по рукам выбьем долги. Это очень неплохая тема. Сначала у меня есть несколько вопросов. Понятно, что она пробовала просить вежливо, я думаю, это странный вопрос был бы он. Что у вас за дела с Освальдом? И на что же он брал деньги? Она смотрит в свою кружку и вздыхает. Если бы это было так просто, я думаю, он был явным бы не первым, кто это сделал. Так что, да, гениальные идеи, они всегда такие гениальные. Ну и про себя немножечко скажи им. Ну и про себя немножечко скажи им. Но, ой, что за холд? Я один из самых крупных мейнер-ноблей, которые литят в Дирвуден-Контрисаде. Ты знаешь, Адмит Хатрад, герой в Дефиансе войны? Он мой велико-велико-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Когда я узнаю, они начинают делать странные шаги. Звонят мне женщине, открывают двери для меня, покупают мне пить. В реальности, титры — это макария. Это не значит ничего для меня. Я думаю, да. Как это? И вот эти долгие загрузки, их обещали сделать в второй части очень быстрыми. Но удивительно, что на самом деле это никак не связано, например, со скоростью чтения, жесткого диска или чем-то подобным. Это скорее именно с процессором связано. Как тебе сериал Экспанси или не смотрел? Нет, Китавра не смотрел, поэтому не могу сказать. Так, вот это и мир, которые нам нужны, я так понимаю, да? Группировка по месту, пожалуйста. Причал королевы. Так, заходим, 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 заходим. Наград за голову, это, конечно, неплохо. Награды еще одна тоже. Суббратья. Так, как это, как это, задача наград за голову Пуракова. Ага, 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 открытую карту. Вот, утраченное доверие должно называться. И утраченное доверие, это архипелаг юго-запад. Удивительно, оказывается, у нас юго-запад архипелагом. Ага. Энализ нам нужна. Это явно не та была девушка. Окей. И мы видим какой-то скрытый предмет, который спрятали где-то здесь, между диванами, чем-то, подушками. Зараженный камень уана находим. То есть, проходит здесь. Плюс 15 к резвости, один к выживанию. Окей. Так, есть у нас на кого это можно напялить. И у нас пояс. Пояс у нас... Так, выживание, выживание, выживание. Здесь у нас пояс класс защиты. Здесь нету. Я думаю, можно сюда добавить вполне. Вот. Нашей зоти. Она тоже более-менее должна где-то на передовой быть. Вот. Хотя у меня есть такое, знаете, какое-то очень серьезное ощущение, что с зоти мы долго не проработаем вместе. Ну, это инализ. Что, если мы попробуем немножечко спрятаться где-нибудь? Нет, не получится. На подушках лежит молодая женщина, держа мундштук кальяна. Ее глаза закрыты, она негромко поет мягким, приятным голосом. Когда вы подходите, она не шевелится и только медленно открывает глаза, одаривая вас ленивой улыбкой. Расскажи о себе. Смотрите, сразу начинают с попыток трахнуть мозг. Очень неплохо. Но я обеспечу твоя curiosность, но не менее. Помолчи, немножечко. Помолчи, немножечко. Помолчи. Только льгоосом при этом. Поэзией заинтересовался. Да, конечно. Ты что? Как же раздражает большое количество предметов. Ходишь, собираешь их, как в Ведьмаке 3, а потом половину можно было продать. Так и надо продавать, конечно же, да. Дикередок спрашивает, есть ли смысл менять i5 на i7-4770? Не знаю, честно говоря, наверное, не очень большой смысл. И если не очень дорого, то есть задешево, то может быть. А так-то я вот думаю, давно уже на что-нибудь более крутое с большим количеством ядер сменить. И пока все так еще и не решил, на что конкретно. Так, а сколько это будет стоить? По чем стихи вообще? По чем поэзия? Одна из влечащих поэтесс Айдира находится где-то на задворках в таверне. Расскажи, что у вас с Канн лучше, вместо этого. О, ее! Да, она очень простая, не так ли? Она подошла и начала спросить мне все разные вопросы неоправильные о моих клиентах. Она повернула, когда я спросила ее, чтобы уйти. Она не более приятно в моем комнате. Она сжимает руки и переводит взгляд на шкаф в углу. Там, возможно, что-то есть. Я надеюсь, что она не знакома твоих. Ее манеры отрочные. Ну, я знаю, что она ищет эльфа по имени Освальд. Ты такого знаешь? Я уверена, что я не знаю, кто ты говоришь. Теперь, пожалуйста, уйди. Подожди, я сразу вижу, что он тебе не безразличен. Позволь мне помочь. Удивительно проницательность проявляем. Потому что проявлять дипломатичность мы тоже как бы можем. Можем проявить знание улиц, солгать и стать немножечко более подозрительными. Как хорошо работает вообще здесь система репутации. Просто с каждым разом все больше это мне нравится. Но нет, мы говорим, сразу видно, что тебе он не безразличен. Позволь помочь. Она кусает костяшку пальца и хмурит брови, раздумывая, стоит ли вам доверять. Потом тяжело вздыхает и смущенно улыбается. Ее взгляд направлен вдаль, по лицу блуждает легкая улыбка. Он улыбается очень параллельно, но... ...сегда мучает о том, что он следует следует... ...и и других таких нонсенсов. Это было довольно неравнительное, frankly. Он пришел к мне в паник несколько дней назад и поднял его журнал в мои руки. Он сказал мне, что он будет вернуться, Прекрасно. И вот я собирался вначале взламывать этот шкаф, но его, оказывается, не надо взламывать. Можно все решить более простым способом. И здесь у нас, кроме дневника, есть айдирская одежда. Тоже ее прихватим обязательно. А что же у нас есть в дневнике? Гдандаг. Сегодня днем я шел по улицам Никитаки и едва не подпрыгивал от переполняющей меня энергии. Не знаю, что послужило причиной такого душевного подъема. Быть может, чудесная погода, стоявшая в архипелаге. А быть может, то, как далеко я дай рву этой проклятой таверне и гуси и лисы. В любом случае, я благодарен. Хвала Хейли. Девчонки нигде не видно. Если боги были милостивы, быть может, я все-таки выскользнул из ее сетей. Меквинс Даг. Здесь странные тени. Они словно бы движутся сами по себе. Могу поклясться, как сегодня утром я шел, отпрещал королевы на возвышенность Берики. А одна тень повернулась, чтобы взглянуть на меня. Потом другая. Я побежал со всех ног. И насколько могу судить, никто за мной не гнался. У меня много врагов. Что, впрочем, неудивительно для ловкача и плута. Но никто из них не стал бы искать меня здесь. Должно быть, никаких теней не было. Ображение сыграло со мной злую шутку. Но все же я беспокоен. Следующая же запись сделана трясущейся рукой и явно в спешке. Ритлин сдак. Когда вечером я отправился спать, то услышал тихий шепот под окном. Халахель, я всегда оставляю его приоткрытым ради свежего воздуха. И сейчас это пришлось как нельзя кстати. Однако, когда я пошел посмотреть, в чем дело, никого уже не было. Все же я знаю. Я знаю, что слышал голоса. Я знаю, что стар. Быть может, даже мнителен. Но я не безумец. Нужно как можно скорее покинуть это место, да хранят меня боги. И на следующей странице дневника последний темно-красным. Красными чернилами начертан символ сломанной короны. Символ воедики. Так, ну, возьмем, конечно. Дневник надо, по идее, отдать Канн. Но мы сначала сейчас еще раз посмотрим, можно ли о чем здесь поговорить. Нет, нельзя. Здесь только можно потратить деньги на поэзию. Окей. Как-нибудь в другой раз обязательно. Дикий рядок уточняет насчет процесса, что трабл новинок в том, что они уже не поддерживают DDR3 памяти. С процессом материнкой нужно брать новую оперативу. А цены на нее сейчас космические. Да, цены вообще на все космические. Жуть. Если ты подержишь, продрежешь крылышки этому магу, она на тебя обидится. Судя по сундуку, деньги он занимал на что-то запрещенное. По дневнику, то есть. Дикий рядок. Уже с ума схожу. Ну вот. Не только маги сходят с ума, но и дикий рядок. Ты же проходил игру, говорит Рикан, или это твой основной сейф, которым ты поэзией занимаешься? Это основной сейф. Я с тех пор, как стримил, не проходил почти. Но я немножко пробовал там, посмотрел, что вперед будет, но потом все равно это бросил. Кого мы видим? Мы видим пустоту Рабиуны. Воу-воу. А, не, это просто на стуле сидит. Какая-то огненная богоподобная. Она полирует деревянные колодки с такой нежностью, будто это ее дети. В комнате темно, единственный источник света, раскаленная кожа богоподобная. Ее глаза горят огнем магран. Заслышав вас, она бросает на вас полный презрение взгляд. Да, расскажи о себе, что ты такое умеешь делать. Она прослоняется к завесе, из цепи улыбается, слушая лязг звеньев. Да, горячая женщина, как Рикан говорит. Но мы всегда можем быть сильными. Я помогу тем, кто потерял свою силу, чтобы снова найти. То есть, пройдя через ее сомнительную процедуру, можно обрести силу? Да ладно, забудь об этом. Кто у нас здесь? Константин. Да, родный гном бурчит себе какую-то песенку под нос, расставляя по порядку собранные ароматические масла. Завидев гостей, он приветствует вас с широкой улыбкой и протягивает навстречу огромную руку. Рукопожать у него сильное и уверенное. Омывение грехов? Веселый гном. А что тебя сюда привело? Да ладно, давай, рассказывай. Да, большие руки. Ремесленникам тяжело стать. Ну вот как, напряжение Алмао. А я как раз Алмао-то. Но, с другой стороны, мы можем использовать восприятие и сказать, что кажется, ты тут скучаешь. Я думаю, что я не могу сохранить мои ощущения так хорошо, как я думал, что я мог бы. Стабильность хорошая, но я не видел ничего, что будет моего сердца в годах. Ты знаешь, что я имею в виду? Эх, да, что за жизнь без волнений. Я делаю самое старое, день в день в день в день в день в день. Это достаточно, чтобы сделать человеку уходить из ближайшей комнаты. Ну, тогда можешь со мной пойти. Куда? Ну, знаешь, про старую статую Задры высотой 7 футов. Вот я ее ищу. Собирай вещи. Идем. Ну, а это не компаньон, не напарник. Так, это еще один. А нет, Константин у нас спутником будет. Он будет либо певчим, либо варваром, либо буяном. Певчим варваром. Конечно же, он будет буянить у нас обязательно. Новичкам выбирать мультиклассовых персонажей не рекомендуется. Но мы-то знаем, что мы не новички, и все будет норм. Ну, пока его не будем с собой брать. Потом уж распределим опыт. Оставим его пока на корабле. Вот. Ну, видите, ну, напарника нашли. Так, с кем-то я там не поздоровался. Какого-то я пропустил. Да, Александр Кот, привет тебе. Бэбл, тебе тоже привет. Высотой в семь футов. Что там высотой в семь футов у нас? Так, окей, неважно. Тут еще есть Эмир. С Эмиром мы говорили. Танцор приветствует вас с жаманной наигранной улыбкой. Для эльфа он слишком низкорослый, но восполняет этот изъян своей грацией. Продолговатое лицо и темные глаза создают мрачную ауру. Яркий румянец его щек разгоняет тьму. Неужели твои интересы настолько изменились в тех дней, что мы проводили в Брагенхилл? Нет, я still enjoy tile puzzles and deflecting personal questions. Anyway, what are you doing here? I could ask the same of you. I make my own hours, meet fascinating people, and the coins nothing to snare at. Better than stuffy old books and unflighting robes. Это, видимо, старые друзья-товарищи по магическому колледжу или школе, где они там учились, университету. Аллоот, познакомь меня со своим привлекательным другом! Ага, академия. Это было. Заметьте, кончики в уши и становятся пунцовыми, когда он тепло улыбается Аллото. И Аллоц похватывается и спуганно смотрит по сторонам. Ладно, не стесняйся. Не просто было заставить парня. Ах, и зеленирую. Ну, можешь о себе в двух словах рассказать перед этим. Что за происшествие? Ага, похоронить. Ну, бывает, с кем не случается. Его взгляд скользит по полу, креслам, столам. Только мне встречаться с вашим. Затем ваш собеседник выжимает плечами, будто более ничего объяснить и не требуется. Окей, ладно, давай. Попрощаемся. Да, сплошной комбатик рядок. Гномики-ниггеры. Эльфы, проституты. Все, что нужно. Ну вот, зато я нашел его дневник. Кан листает дневник Освальда, потом останавливается и пораженно смотрит на вас. На последней странице кто-то нацарапал в спешке знаковые дикие, сломанную корону. Кан бормочит что-то про себя, проводит по знаку пальцем и хмурится. Вам пришлось половину архипелага обойти, пока до Никитаки добрались. Ничего особенного не приметило? Нет, не реально. Серьезно, я провела большинство отбора от Дефиантской бей, вверху на бульварке, дали Андреу вкусно мне. Я не люблю бомбы. Да, только я смогу найти капитана, который дал его посадку до смерти. Но он не знал. Какой-то тихо? Когда наш корабль близко к Некитаке, Босын мне рассказал о странном царапе на острове в Кара-Тапу-чанале, в северном центре города. Она не сказала мне, что это было, но это было. Странный храм Это ко мне Оно помечает нужную точку на карте Изящной завитушкой Прекрасно Теперь нам нужно отправиться В какой-то старый храм Именно поэтому Здесь шла речь про архипелаг Юго-запад, а не про Никитаку Что задание где-то в архипелаге Найти у канала Коротапу древний храм Прекрасно Съездим туда обязательно Что там, да и дример линкует нам Ну-ка Исэнд Севенхангрид Раб Спасибо тебе за поддержку, огромное Спасибо, дример Честно говоря, я до конца наделся Говорит, из аморов на супчик Столпы, не кончание Не совсем моя игра, говорит Ну да, я понимаю на самом деле Но супчик будет обязательно На следующей неделе Жди в следующий стрим Будет супчик Прям как Как его обычно Ну и че Давайте пойдем из этой таверны Вообще на самом деле Подобный тип RPG Он довольно специфичен Вот такие реалтаймовые партийные RPG-шки Эх, штука непростая на самом деле Но удивительно, что, скажем, те же самые пиларсы, которые я сейчас играю Они сейчас не очень супер уж хорошо продаются в Стиме, по крайней мере Судя по тому, что люди по разным косвенным признакам заметили Там около нескольких сотен тысяч проданных копий Что меньше, чем у первой игры даже За то же время Так, морячки, вы что-то тут спорите Какой же твой корабль нуждается в починке? Поговори с Зомаром Ну и... Может быть... Все может быть... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Кража Это очень деликатное дело Нельзя доверять кому-нибудь Кому попало Уже появилось недельное расписание, говорит Рекан Ну не знаю, не знаю Как сказать, все зависит от разных факторов Просто людины о чем-то там шушукаются Дом в районе причала Королевы Так, это именно дом, это отдельное здание, насколько я понимаю Давайте заглянем Ну вот как обычно в РПГ бывает Ты берешь и заходишь во все дома подряд Зачем? Фиг поймешь Ну так надо Раз дом открыт, значит, мне нужно зайти обязательно Привет, шмоти Сколько там второй части Продажи первые Перевалили за миллион, говорит Рекан Да, может быть, конечно, в этом дело Так, слушайте, а тут что, никого нету? И есть Закертый сундук Офигеть Что мы тут находим? Охотничий лук Хризалит Серебряный лющ Лющ, лющ Очень неплохо Так, нет Нам нужно всех увезти из стелса Мы почему-то всех завели в стелс Специально пару десятков магов Убил об лейер И шелся, чтобы определить Куда лучше с твоим набором заклов И тигрит и замор Круто А какие результаты твоего исследования Твоих экспериментов? Есть ли какие-то выводы из этого? Из того, что ты там убил У меня сейчас на самом деле мысль Что, в принципе, идти корком Это хорошая тема Возможно, чуть-чуть нужно По-другому тактику использовать То есть основная проблема в том, что Рядом с обходом там В орков Орков Много милишников тяжелых Милишников тяжелых Заглянем По-моему, мы уже заглядывали Элит, у меня путаются воспоминания О том, что я после стрима посмотрел Говорит, Веслав Грин Недавно не видел Пиларсы Да, я в них недавно не играл Так вот, собственно, про Пиларсы Вообще, сама по себе Вот эта концепция Реалтаймовых таких Партийных RPG Она достаточно сложна Для Большинства людей Для восприятия Для игры Геймплей довольно непростой Здесь Слушайте, сколько тут всего Можно наворовать Офигеть просто Надо пользоваться моментом И поэтому я не удивлен Что на самом деле Сейчас вот, например Если на Твиче посмотреть Сколько людей стримит Пиларсы Посмотрите, пожалуйста Сколько еще есть Стримеров других Я думаю, мало Скорее всего Кто-нибудь еще один Или вообще нисколько Ящики необработанные адры Берем просто ящиками адру Забираем Не знаю зачем Но не могу просто устоять Если можно что-то украсть Нужно красть Как же иначе-то Идущий с киндомкам Деливернс Не хочешь? Офигенная штука Медленно, неторопливая Ламповая Честно говоря Чего-то нет Хочешь наводочку На похотливый Говорящий меч Хочу орекан Обязательно на самом деле Не, по-моему Я даже догадываюсь Где это может быть Где-то в катакомах Наверное, рядом с Этими, как его С Лестницами Слушайте, ну хватит тут бродить Ну серьезно Из-за вас ничего не украдешь Вообще Как так можно? Какие невоспитанные Люди Ладно Поговорим с Картиной Может что-нибудь узнаем Голос картины Вы слышали раньше Чем Заметили ее саму Ее смех и жизнерадостные Распоряжения Разносятся эхом По всей мельнице Когда она замечает Вас, на ее лицо Ложится тень Дурного предчувствия Которое она прячет Позади Зубастой ухмылки Ну похоже Меня с кем-то спутали Ну ты кто такая Он клоняется ближе Приподняв Удивленно пушистую бровь Кве Это Вэльянское слово Означающее Че? Честная женщина Ну ладно Но мне нужна очищенная Сияющая адра Сам не знаю зачем Но спросим Она гивает вам И тихо смеется Подрагивая огромными мишами Забудь Нам нужно К сожалению Девять блефов Все до свидос Поговорили Достаточно В пиларсах Одна проблема Мир унылый и скучный Слишком серьезный Ноль самоиронии Зато чистый Качественный И все такое Ну вот да Меня привлекает то Что он качественный Такой хороший И продуманный Это безусловно Огромный плюс С другой стороны То что он унылый и скучный Ну возможно Для многих игроков Это является минусом Я вот насколько понимаю Скажем Те же самые Девинти Оригинал Синс 2 Там Все гораздо более Легкое Такое Самоироничное И прочее Поэтому у них Такие прям Супер мега Крутые отзывы Хорошие продажи И все подобное Но вы знаете Я пробовал Оригинал Синс 2 Я не могу просто Начать это Я не понимаю В чем смысл Вообще Что там Такого интересного Чем оно хорошо Может я конечно Недостаточно Далеко Смотрел Зашел Но Есть ощущение Что Просто Какая-то Непонятная фигня Вот по первым Впечатлениям А здесь наоборот Я чувствую серьезную Интересную историю Серьезный мир Большой И возможно Это зависит Конечно От вкусов От предпочтений От характера Меч можно найти В местных трущобах Так Окей В это здание Никогда не заходил Вариативность Гритарикан Ну да Бывает Шелс Не считая Последнего уровня Вполне Проходим Большинство Нет резист К твоему Фризинг Клауду А некоторые К тому же Хладнокровные Больших проблем Представляют Сирены Которые Заставляют Те к ним Подходить Но это Решается Патем Блинк Или Скролла Фога Самое Опаченное Это гиганты Если есть Нежить Они неплохо Разносятся И например Использовать Можно Лайтнинг Болт Который Рикошетит От стен Говорящие Свиньи В лесу Квеста Дают Бэйбл Да Это звучит Как какой-то Откровенный Трэш Так Стоп Здесь нам Нужен Каким-то Образом Каким-то Образом Нет Вот Нейдер Должен Каким-то Образом Пробраться Сюда Надо Но С учетом Того Что Он Смотрит Напрямую Наверное Это Нужно Делать Ночью Сейчас Попробуем Смотрите Получилось Требуется 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 Не очень-то И хотелось В общем Кому мы Видим Калиб Привет Калиб Как дела Там Че Как Община Также Мы Видим Санкс Хозяин Лавки Покачивается На носках Широко Улыбается Вам А чем Ты занимаешься Нескромный картограф То есть ты говоришь Пишешь Книгу Звучит Как работа Как работа Для нас Если ты Поместишь Книгу Пару Хороших Портретов Я буду Исследовать Интересующие Тебя Острова Да ладно Да ладно Кого волнует Опасность Когда там Есть приключения Я планирую Увлекательная задача Дать имена всем островам, исследовать их Мы уже один исследовали, кстати говоря, до этого И дали ему имя, остров невезения Прекрасно, картография архипелага, порт Маже Санс, полный энтузиазма картограф Повстречавшийся мне на причале Королева мечтает создать подробное описание Островов архипелага, но одному это ему не платило Обязательно поможем, бедняги Дикий рядок, продолжая идею Разговор про серьезность в РПГ Говорит, серьезность, сухость в повествовании Это разные вещи Те же темные души серьезные А столбы имхо маленько суховатые Ну не знаю, не знаю Посмотрим, пока мы по первым впечатлениям Вполне годным В оригинал Син тебя Налюбливают на протяжении всего сюжета Вплоть до развязки Прикольно звучит Да, Зоти, немножко странно Я понимаю, а Лота Очень серьезно понимаю В этом поместье были ли мы? Были ли мы в этом поместье? Возможно были Возможно не были Но вы знаете, честно говоря Мне тут уже надоело Давайте отправимся по дороге Куда-нибудь на восток Если даже открыть карту Можно посмотреть, куда лучше отправиться Что у нас есть? У нас есть Латунная цитадель Это то место, где Аумауа Раутайские обосновались Это по сути район Раутайский Такой Священные ступени Есть очень неплохое место Где аниманты занимаются своими аниманскими делами Есть возвышенность Перики Это район Где магия Магическая ассоциация Разные лавки И прочие вещи такие расположены Ну и Змены и Венец Где, собственно, дворец расположен А, ну да, Глотка также Это район для бедняков Всяких там прочих Не особо желательных Низших каст Потому что здесь, между прочим У Хуана есть система каст То есть это, по сути, такой Индийский сеттинг Клонизации Индии Мы можем сюда отправиться В глотку Ну давайте Окей, поехали К вам подходит группа Принчипи Оу, какой поворот